Для кого зимние каникулы были насыщены событиями, так это для славянских спортсменов. Практически каждый день в Центре спортивной подготовки «Олимпиец» проходили различные соревнования. Одно из самых ярких – Краевой рождественский турнир по легкой атлетике. АПЛОДИСМЕНТЫ О таких претензиях заявили порядка 250 спортсменов. Соревнования интересны тем, что в схватку здесь вступают уже сложившиеся спортсмены двух категорий – взрослые и юниоры. Представлены все муниципальные образования нашего края. Очень много спортсменов высокого класса, порядка шести человек. Мастера спорта международного класса, около 80 мастеров спорта и кандидаты в мастера спорта. Это первый старт в новом году. Здесь мы уже начинаем просмотр всех спортсменов для участия в дальнейших соревнованиях республиканских. И если Бог даст, легкая атлетика допущена будет, то и международных соревнований. На сегодняшний день «Манеж Олимпийца» – это единственная арена в крае, способная принять соревнования подобного уровня. Потому честь встречать спортсменов Краевого рождественского турнира выпадает в Славянску уже в четвёртый раз. Все условия созданы сегодня для того, чтобы эти соревнования прошли на хорошем спортивном уровне. Здесь мы видим, что спортсмены очень именинные выступают. Наши краевые все ребята и приезжие есть из Симферополя, из Крыма, из Ставрополя, из Ростова. То есть соревнования охват сделали очень большой. Первый старт – начало года. Что ребятам пожелать? Хороших результатов в течение всего года. Благодаря своей конструкции в «Олимпийце» могли одновременно сражаться в своих секторах спортсмены в таких дисциплинах, как бег с препятствиями, бег на 60 метров, прыжки в длину, в высоту и, конечно же, прыжки с шестом. Конкуренцию в каждом секторе спортсмены оценивали как очень серьёзную. Любая конкуренция всегда приятна. И, как говорится, хочешь стать лучше – соревнуйся с более сильным соперником. И я думаю, тут практически каждый этого придерживается. Чем сильнее конкуренция, тем интереснее соревноваться. Дарья Игнатова и её коллега по тренировкам Татьяна Куролесова, воспитанницы тренера Сергея Гриппича, на этих соревнованиях показали достойные результаты. Взяв высоту 3 метра 80 сантиметров, Дарья Игнатова взошла на вторую ступень педестала. На 30 сантиметров, превзойдя результат Дарьи, Татьяна Куролесова стала первой. Среди мужчин в этом секторе, как обычно, равных не было славянским шестовикам. Три призовых места оказались в копилке Славянского района. Высота 5,40 позволила Александру Гриппичу занять первое место. 5,20 и второе место у Евгения Лукьяненко. 5,10 – у Виктора Ольховнёва. Школа очень хорошо себя показывает. Ребята, есть сегодня ряд ребят очень перспективных. И наши Евгения Лукьяненко и Гриппич Александр в строю ребята тренируются, ребята готовятся. Также есть ребята молодые, сейчас только отпрыгали девчата. В основном прыгуны это со Славянска на Кубани, посторонних нет. Есть многоборцы интересные, есть прыгун в высоту интересные. То есть на должном уровне, я считаю, то, что мы готовимся, у нас сегодня комфортные условия. Это тоже немаловажно и влияет на этот результат, который мы сегодня имеем. Высокий уровень на соревнованиях показали и славянцы в секторе прыжки в высоту. Ярослав Кутковой с результатом 2 метра занял первое место. Валерий Атонян – на третьем. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».